Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. В первой части я вас познакомил с интервью, которое дал генерал Залужный в прошлую среду американской газете The Washington Post. И уже в пятницу это интервью было опубликовано. И с тех пор оно активно обсуждается в совершенно различных средствах массовой информации, как и у нас, так и в Украине, но в силу вполне понятных причин. Давайте послушаем о вас, что вы об этом думаете. Вот вы. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте, господин Нахстан, это Феликс. Спасибо большое, что вы взяли мой звонок. Ну, прежде всего, с наступающим праздником американским. Вот. И я, конечно, считаю, что интервью генерала Залужного необычайно важная вещь. И я хотел просто несколько слов сказать, свое мнение, вот, о том, что он, в общем-то, не говорил. Наверное, это нельзя было говорить. Знаете, над всем цивилизованным миром давлеет страх. Этот страх относительно России. Это происходит давно, и это ужасно. И тому огромное количество примеров. Возьмите расследование крушения и уничтожения самолета МХ-17. Ведь никто из руководителей фашистской страны так и не получил какое-то наказание по этому поводу. Хотя бы формально. Вот. То, что не дает оружие, это тоже страх. А вдруг они применят. Применят это вот страшное самое оружие. И при этом они уже нанесли удар, разрушив плотину Каховской электростанции. И что? Они чего? Говорили про то, что будет расследование. Прошло время, там уже расследовать, но совсем нечего. И никакого астротизма по этому поводу и не было. Это примеры дикого страха. Вы знаете, Маргарет Тэтчер считалась всегда очень, ну, выдающимся политиком. Она ошиблась. Она считала, что ядерное оружие – это оружие сдерживания. Сейчас это оружие шантажа. Шантажа, вымогательства. Это ужасно. И я считаю, что этот страх перед Россией нужно преодолеть, иначе ничего не получится. Вы знаете, вот когда этот поход этого сумасшедшего в России произошел, руководство Соединенных Штатов звонило в Москву по поводу, как там дела с ядерным оружием. Ну, они чувствуют, что их боятся. И это способствует тому, что они ведут себя омерзительно. Вот это мое мнение. Перед страхом надо все-таки как-то найти в себе силы и его преодолеть. Я это давно говорил, а вот оно остается. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание, Феликс. Вы коснулись нервы этой проблемы. Вы абсолютно правы. Вы знаете, я первый раз услышал этот довод как раз из уст президента Джо Байдена. Я напомню, конец марта прошлого года, когда обсуждалась такая сделка. Украина получила бы польские МИГи 29-е, но не напрямую из Польши, а после того, что поляки перегнали бы их в Германию, они бы стали собственностью Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты уже напрямую передали бы эти МИГи Украине. И вот тогда, когда на пресс-конференции, тогда как раз Байден был в Польше, ему задали этот вопрос, он ответил, вы что хотите Третьей мировой войны? И это очень четко показало умонастроение не только лично Джо Байдена, а умонастроение американской администрации, во всяком случае ее части. И вот тогда появилась такая теория, ее обсуждали различные блогеры, которые получили название «Варить лягушку медленно». И приводили такую историю, что если бросить лягушку в кипяток, то она мгновенно выскочит оттуда, потому что это кипяток, она понимает, что она может погибнуть, и все. А вот если лягушку поместить в холодную воду и температуру поднимать очень медленно, вот тогда лягушка не будет понимать, что она варится, и в итоге сварится. И так объяснялась стратегия Соединенных Штатов, что надо действительно помогать Украине, но помогать таким образом, чтобы в Москве не могли понять, что они могут свариться. И, в общем-то, как теория вполне возможна, теории бывают различные, но мы с вами прекрасно понимаем, что война – это самое страшное место для приложения любых теорий. И на войне гибнут люди. Вот сейчас каждый день промедление с поставками необходимого количества различного военного оборудования, самолетов в первую очередь, вертолеты во вторую очередь приводят к тому, что на поле боя гибнут молодые украинские мужчины и женщины. Это, на мой взгляд, самый главный момент во всей этой истории. И действительно заложенный прав, что в какой-то момент Украина получит эти самолеты, возможно, затем последуют и штурмовые вертолеты, и Апачи или Кобры, но за это время погибнет очень много людей. Как быть с этим? Если технику можно восстановить, или можно заменить технику, которые потеряны на поле боя, и другой, более новой, как быть с теми людьми, чья жизнь оборвалась на поле боя, и которые были искалечены? И на днях, буквально пару дней назад, на Фейсбуке появилась фотография, которая обошла Фейсбук. Там просто фотография одной из львовских улиц в центре города. Улица как улица, красивый город. Кто были во Львове, наверное, помнят, насколько это красивый город. Вот. И привлекают внимание три человека на первом плане этой фотографии. Это молодой мужчина, ковыляющий на костылях. Это женщина, красивая женщина в таком красивом платье, у которого левая нога – это протез. И впереди нее, на инвалидной коляске, двигается еще один молодой мужчина. Вот это символы сегодняшней войны, сегодняшней Украины. Инвалидная коляска, протез и костыли. И любое промедление с поставками в все необходимое в Украине приводит к тому, что... Ну, понятно, к чему это приводит. Давайте теперь послушаем и вас. Что вы думаете? Вот вы. Здравствуйте, в эфире. Алло, да. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Михаил. Я вот думаю, все-таки нам всем надо подумать о том, как мы могли бы помочь в этом вопросе, помочь ускорить поставку вооружений необходимых так Украине. И хочу сказать, что и мы, слушатели, и в особенности вы, как ведущие таких каналов, было бы очень хорошо сделать следующее. Вот мы знаем, что есть в Конгрессе такие сенаторы, которые считают, что война – это слишком дорогое удовольствие для Америки. Интересно было бы, чтобы вы рассказали о их точке зрения, чтобы мы могли каким-то образом повлиять на них. В первую очередь, конечно, на слушателей наших, которые придерживаются, часть из них придерживается тоже мнения, что война – это где-то далеко, Америка должна заботиться только о себе, то есть вторит трапу и другим республиканцам, что мы имеем свои проблемы. Вот как бы нам сломать вот эту точку зрения, в первую очередь в наших рядах, и каким-то образом повлиять на сенаторов. Было бы хорошо, чтобы с помощью Дэвидсон-радио мы написали какую-то петицию и подписали бы от нас, может быть, организовали марш, то есть какую-то посильную помощь, которую мы можем оказать какое-то, пускай это микроскопическое, маленькое давление, на тех сенаторов, которые рассуждают как Трамп, что война – это слишком дорогое удовольствие для нашей страны, и нужно думать только о себе, а не о том, а не об угрозе России, владеющей ядерным оружием. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за вашу точку зрения, за вашу позицию. Ну, мы с вами хорошо знаем, что в американском политике есть различные точки зрения на то, каким образом надо помогать или не помогать Украине. Нам это все хорошо знакомо. Единственное, что хотел бы здесь сказать, что мы это уже все проходили. Эпоха между двумя мировыми войнами – это эпоха американского изоляционизма во внешней политике. Более того, Конгресс Соединенных Штатов тогда принял, начиная с 1935 года, целую серию законов, которые называли «Законы о нейтралитете». И эти законы с каждым новым все более ужесточали американскую позицию не только не поставлять оружие воюющим странам, но даже запрещать американским гражданам садиться на те суда, путешествуя через Атлантику, которые принадлежат воюющим странам. Затем были приняты положения, что те американские граждане, которые готовы присоединиться к кому-либо из тех, кто воюет за рубежами Америки, они подлежат судебному преследованию, они лишаются американского гражданства. Даже это было в законе от 1939 года. Это все было. И, казалось бы, Вторая мировая война, она обучила, научила всех, что американский нейтралитет, американская политика немешательства или американская политика залициализма, она поощряет только тех, кто стремится к агрессии, она поощряет только тех, у кого есть планы покорения Европы или планы покорения Азии, как это относилось к императорской Японии. И, казалось бы, после этого уже можно было сделать все необходимые выводы, что на нашей стране лежит некая особо уникальная роль в мире. Да, да, это надо признавать, что мы уникальны в том плане, что у нас не только уникальная демократия, первая в современном мире, мы первые идем по этому пути self-governance, то есть самоуправления. Это просто мы уже идем навстречу нашему празднику 4 июля. Но еще особая роль за поддержание мира в этом мире, за помощь всем тем, кто сражается против агрессии, против фашизма, против любых сил, которые хотят покорить другие народы. И когда Соединенные Штаты в какой-то момент отказываются отказываются от этой своей роли, как показал опыт 1939 года, 1938 года, наступает в этом мире мрак, настоящий мрак. И казалось бы, что сегодня, сейчас мы должны вообще были бы не обсуждать эту тему с этой позиции американского нейтралитета, американского невмешательства. К чему это привело? Если бы Соединенные Штаты вовремя помогли бы европейским странам, той же самой Великобритании, Франции, Польше, которые сражались, то вполне возможно, нашим войскам не надо было бы высаживаться вначале в Тунисе, в 1942 году, в 1943, в Сицилии, в 1944, в Нормандии. Вполне возможно, что можно было бы обеспечить победу над нацизмом, используя только американские материальные ресурсы, американские вооружения и так далее. А воевали бы совершенно другие люди, воевали бы европейцы. Но оказывается, нет. Мы не способны извлекать опыт из того, что происходило. Ну, просто не способны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова